В микрорайоне Большая Вяземская менее чем за 10 минут столкнулись 7 автомобилей. Автоинспекторам, приехавшим оформлять первое ДТП, пришлось оформлять 3. Первое классическое. Участники – водители трёх автомобилей, двигавшихся в сторону улицы Лозо. Впереди пробокса стояла машина, тормознула резко. Пробокс успевает, моя Карина следом тоже успевает. А вот на Короле он не успевает. Он догоняет меня, толкает меня на него. Пробоксом Вячеслав называет «Тойоту Саксид». Последовавшие столкновения стали следствием первого. Спустя несколько минут дорожная неожиданность явилась в обличии водителя «Тойоты Виш». За рулём находился 26-летний шофёр с 10-летним водительским стажем. Три стояли, да. Но я их не видел. Мы ехали с девушкой, я ехал за машиной, девушка ехала. Она начала маневрировать, но видно что-то не то. Но я не понял, что она. Она ушла влево, их обошла. Ну а, соответственно, передо мной появилось внезапное препятствие. Запись видеорегистратора, установленная в «Тойоте», запечатлела манёвры шофёра. Перед ним двигается автолюбительница на седане. Когда горожанка увидела впереди разбитые машины, решила объехать препятствие слева. Шофёр минивена, обнаружив впереди помеху, повторяет рискованный манёвр. И тут же получает в свою компанию 24-летнего шофёра встречной «Карины» и 63-летнего водителя «УАЗа». Только на глазах моментально этот немножко, он выскакивает машина наперёд, бьёт эту машину. Эта машина на меня отлетает, ну я в правом ряду. Ну меня начало крутить. Седьмым участником этой дорожной феерии стал владелец «Митсубиши» по Джерамини. Увидев, что перед ним разворачивается жестяная драма, он попытался отвернуть в первый ряд, но таки задел уже повреждённую короллу. Пассажир «Карины» ушибла руку. Водитель ударился головой. Однако за помощью к медикам они обращаться не стали. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин.